Александр Настагунин строгий костюм надевает нечасто. Работать в нем неудобно. В обычной жизни он слесарь по эксплуатации, ремонту газового оборудования и настоящий герой. В декабре прошлого года спас на пожаре шесть детей у себя в селе Большой Чарелатого Диверинского района. Приехал после работы домой вечером. В декабре темно уже после работы. Увидел, что соседний дом начинает гореть. Туда сразу бросился. Через окно, в окно туда проник. Через окно их вытащил. Знал, что они там без мастера, скорее всего. Шесть детей. Награду за профессиональную деятельность и геройский поступок ему вручает глава региона Валерий Шанцев. На сцену поднимаются лучшие сотрудники жилищно-коммунальной сферы. Они отвечают и за отопление, и водоснабжение, и за чистоту в подъездах и текущий ремонт. В общем, за все то, что в нижегородских домах и квартирах должно быть априори. Основные, конечно, результаты мы ждем от коммунальщиков, от коммунальной сферы, потому что там законодательство закрепилось несколько лет назад, и там должны быть уже результаты. Результаты инвестиционной деятельности, следовательно, модернизации, обновления, улучшения, изменения самого уровня по предоставлению услуг. Ну а жилищный сектор, законодательство совсем свежее, поэтому и режим капитального ремонта должен быть иным. То есть я думаю, что следующий год – это год реализации именно всех планов по капитальному ремонту. Систему ЖКХ поддерживают и через региональные законы. В них носят изменения, которые направлены на улучшение качества оказываемых услуг и комфорт получателей, простых нижегородцев. Надеемся, что это как раз станет условием того, что работа ЖКХ будет более прозрачной, более эффективной, с одной стороны. Ну а с другой стороны – это, опять же, качество проживания на территории Нижегородского областа наших граждан. Поэтому всех с праздником, работникам ЖКХ благополучия, здоровья. Ну и большое спасибо за их работу. В системе ЖКХ много болевых точек, на ликвидацию которых нужно и время, и деньги. Благо, эта работа ведется. И говорить о полной победе пока рано, но аварийность в ходе текущего отопительного сезона уже удалось снизить на треть. А суммарный объем инвестиций в коммунальную сферу области по итогам 2016 года составил около 4 миллиардов рублей. Антон Гайнер, Надбекбаев, Объективно, ННТВ.